Зрители делятся на группы. Для каждой из них представление в учебном театре Нижегородского театрального училища имени Евстигнеева пройдет по особому сценарию. «Журавли» — это так называемый иммерсивный спектакль. Он одновременно проходит на семи сценах. Все поставлены разными режиссерами. Человек сидит в зале и уже хочешь не хочешь. И что режиссер тебе показывает, какую тебе конструкцию он тебе разрабатывает, такую ты смотришь. Здесь появляется ощущение, что чтобы уйти от такого режиссерского диктата, возникает такая демократическая форма, что можно посмотреть в разные последовательности эти самые локации. Смысл — ощутить атмосферу времени. Главный герой — это время. В основу спектакля лег оригинальный сценарий известного российского драматурга Родиона Белецкого. Выпустить «Журавлей» планировали еще в прошлом году, но пандемия нарушила планы. Сейчас зрители могут в полной мере оценить необычный спектакль. Этот еще материал не готов. Мне должны доски привезти. Две из семи локаций расположены на улице. В дворе театра показана история разработки незамерзающей, самовозгорающейся жидкости знаменитым ученым, почетным гражданином Дзержинска Григорием Стронгиным. Просто до мурашек. На самом деле, когда ты находишься так близко от актеров, видишь их эмоции, настолько искренне тоже, настолько большая отдача у них. Это просто потрясающе. Мне очень нравится. Тем более, что это тема, когда невозможно, наверное, даже без слез смотреть некоторые локации. Замечательно играет. Молодцы просто. Настолько входишь в это действие. И мы уже стараемся тоже участвовать для того, чтобы прочувствовать это все до конца. Очень понравилось. Уже в самом здании учебного театра зрители могут увидеть еще одну историческую сцену. Сентябрь 1942 года. В кабинете директора завода Красная Сормова Ефима Рубинчика раздается звонок. Сталин ставит задачу собрать 50 танков сверхмесячной программы. Дело практически невыполнимое. Да, Леня, я стоял. Стоял, говорил. Точнее, он говорил. А я так хорошо и Василий Иванович. Второй звонок от Сталина прозвучал, когда задание правительства было выполнено. Сверх плана был изготовлен 51 танк. Зрители могут порадоваться победам вместе с героями, разделить горечь утрат, услышать песни участников агитбригад и узнать, чем жили люди в тылу. Спешите увидеть уникальный спектакль. Екатерина Васильева, Максим Веселов. Время новостей.